Как сообщают западные корреспонденты из Москвы, продолжается голодовка четырех верующих женщин в городе Иваново. Голодающие требуют передачи верующим в Беденского храма. Голодовка длится уже пятый день. О чем нельзя говорить, но сказать надо. 89-й год, крушение Берлинской стены. Вывод войск из Афганистана, рабы Ньюзаура, Ельцин избирается народным депутатом СССР в Иваново-Голодовка. Люди как-то не находились с нами, да. Вот и вызывали слезы, вы знаете. А люди тысячи стоят. Они здесь разгонялись, они никак, они уходят. Как они толком бегали от Беденского храма, в югом такой толпой тысяч не бегут до Борсовета. В те времена все имело политический окрас. События Народные Первого Совета освещали российские демократические СМИ. Приезжали западные корреспонденты, американцы. Поддерживали прибалтические народные фронты. Да и сами участники акции осознавали меру, степень, глубину. Скромные ивановские верующие внесли свою посильную лепту в то, что потом назовут развал Советского Союза. Сейчас эти люди почитаются как герои. Раньше я так просто как-то к этому относилась и говорила. Когда мы переедем, пусть даже дадут верующим. Но вот посмотрев на все эти события, я свое мнение изменила. Лично мне вот эти голодающие женщины глубоко не симпатичны. И весь этот ажиотаж, развернувшийся вокруг этих событий. И вообще эти две недели, когда они здесь на паперте лежали, такая у нас была обстановка напряженная, нервозная. Все это как-то, знаете, восстановило против этих женщин. На мой взгляд, это не истинно верующие. Этот рассказ не о том, кто прав или виноват. Не о том, что не дано предугадать. Не о том, может ли активное меньшинство навязывать свое мнение. И как отличить помазанника Божьего от идолища поганого. Нет. Речь о том, что историю куда интереснее творить, чем потом о ней рассказывать. Парень незнакомый, неверующий, бросился из толпы. И его схватила милиция. Ему выловывали руки. И он кричал, я за вас. Прям этот крик, я за вас несколько раз. Это, ой, мы, конечно, перекрестили его, помолили. Не знаем дальнейшую судьбу этого парня. Но это был такой момент, как он кричал, и я за вас. Это просто потрясло. Мы переходим к активным действиям. Что мы будем делать, мы еще не знаем, что нас за Господь вразумит. Наверное, это что-то будет покрепче, чем голодовка. Вопрос о передаче храма будет рассмотрен на сессии Ивановского городского совета народных депутатов. Лариса Холина, Маргарита Пеленкова, Валерия Савченко и Галина Ящуковская. Они объявили голодовку и были готовы умереть, ради того, чтобы в храме возобновились богослужения. Над ними смеялись. Их прогоняла милиция и увозили в больницу медики, но они добились своего. И через год, в страстной четверг 1990-го, ключи от храма были переданы верующим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова